всем доброе утро смотрите кто у нас тут тут у нас рекса которая уже съездила в клинику и сдала кровь поэтому не от волнения аж язык фиолетовый вид какой темный видимо было страшно и сегодня отправила алишера потому что мне дали с утра поспать и ада сих пор не могу раскачаться уже полтора часа хожу такая вот алишер съездил с рексой и наверное ты в магазин поедешь чек да не чек не нужен в принципе я так запишу надо еще алишер в магазин а мы будем дальше уборкой заниматься пока только с кухней справилась такой лохматый ребенок вот и надо надо убрать остальную часть квартиры артемия с алишером никак не могут найти куда делся мяч понимаете он исчез совсем исчез и вот артемий смотрит может в окно вылетел кстати смотрите какой у нас туман сегодня молоко такое соседний дом я вообще плохо видно куда же мячик делся дар теме а почему ты съезжаешь артюш что с папой почему ты съезжаешь мы построили тут железную дорогу а они же этим временем отправили в магазин за продуктами читала сейчас комментарии хочу ответить на вопрос про крупы потому что вы задали наверное раз пятьдесят зачем так много зачем так много ребят просто во первых оптом дешевле во вторых чтобы я не носила потому что алишер же на работе сейчас очень часто иногда выходные бывают в основном на работе в магазин все время хожу я и я постоянно таскаю фрукты немереном количестве и овощи потому что там килограмм салата в день съесть для нашей семьи это просто ни о чем и еще килограмма полтора фруктов в день то есть если я хожу в магазин раз два дня я тащу минимум пять кило фруктов а то еще молочка всякое мясо короче реально тяжело я поднимаюсь по три-четыре раза с этими сумками пакетами хорошо у меня самокат есть и просто на нем везу потому что я бы в жизни все не донесла вот и просто чтобы не носить крупы еще на себе или побольше будет мы же летом покупали вот мы доели то что алишер купил в июне все с ними нормально это тоже правда рис он конечно переборщил рис мы к следующему лету доедим а все остальное кончится достаточно быстро все равно и питер на улице плюс четыре люди сапсерфингом занимается круто мы пришли на площадку погода разгулялась наконец-то ушел туман вот мы пошли с артёшей погулять оставили алишера отдыхать он мне дал поспать утром я ему даю поспать сейчас равноправие я даже не ожидала что сегодня будет такая хорошая погода столько было тумана а в итоге ну согласитесь красотища еще все такое насыщенное яркое жуха что мокро почему мы так классно там на той площадке играли я сидела на солнышке артемий носился но в больнину нам испортила пара которая пришла с очень милым классным добрым мальчиком которого сопли стекли подбородку он чихал и вытиралась и сопли варежкой после того как он начал подходить к нам очень настойчиво общаться я поняла что надо отсюда валить потому что иначе получится что я зря забирала ребенка из садика чтобы он не болел ну реально просто ребенок у меня откровенно болеющий пришлось в тень перейти ну тут зато дети теме носится с ним а теперь давайте я расскажу как готовить бомбочки для ванн потому что вы все меня спрашивали итак берем лимонную кислоту и соду в пропорциях один к двум то есть например на 5 ложек лимонной кислоты мы берем 10 ложек соды лимонная кислота должна быть измельченной ее можно купить продуктовым либо же в магазине для маловаров затем добавляем краситель пищевой краситель лучше брать гелевые они на водной основе потому что тогда не не будет никакой реакции с нашей смесью из соды и лимонной кислоты затем по желанию можно добавить ароматизатор опять же продаются такие в магазинах для маловаров либо же в продуктовом можно купить ароматические масла и берем всякие украшательства если нам нужно у меня есть такие вот шарики для ванны которые показала и можно еще всякие веточки цветочки класть в формочки для бомбочек накладываем смесь в горпи в половинке и соединяем смесь у вас должна получиться немного такой влажный похоже на кинетический песок тогда она будет хорошо слепаться и не будет разбухать складываем все формочки и оставляем формочки закрытыми сохнуть на сутки можно конечно для первого раза сделать в каких-нибудь формах типа силиконовых формах для кексов чтобы не покупать такие формочки для бомбочек но тогда бомбочки у вас будут более хрупкими бомбочки сделали курица в духовке почти готова я поставила воду на макарошки и сегодня кстати с утра готовила у нас были сырники которые не показала я делала из цельнозерновой муки и они такие классные получились камера затемняет это не подгоревшие это просто коричневый делает как черное как будто вот сырники делала чаще салат ну да и будет курицу поставила она уже в духовке три часа вот маленький мальчик который сегодня 150 раз упал стукнулся вот очередное приключение было в порядке все нет расстроился ты мой бедненький вечно что не происходит интересно быть мамой девочки это вот так же это все-таки по-другому потому что вот это это вот ну минимум пять раз в день какие-нибудь падения и слезы и сопли и шишки и еще вообще все подряд носится как ураган и естественно все врезается тут папе сказал что скоро будут макарошки да да а почему-то опять разные носки надел не самого нижнего мода такая понимаете разные носки запустила сейчас посудомойку пятый раз за день вспомнила тех кто писал мне зачем тебе посудомойка сложно что ли 10 минут помыть и вот это пятый раз на день уже там новое это реально очень здорово кузьма тут в кадре пришел анализ крови рекса один из показателей занижен поэтому я жду комментария врача что это обозначает но я уже загуглила и это что-то с печенью и не так но там очень маленькое отличие от норма поэтому я не знаю в общем слушать что сказал скажет доктор вот а тогда по ней похоже что что-то не так потому что она очень худая по телосложению как бы есть много но не набирает как-то медвеществ у нее так работает не могу устали у меня сегодня ленивый день выходной я не буду работать я буду лениться я сейчас монтирую блог и пойду дальше залипать в телефон надо его подзарядить 6 процентов осталось вот какая у меня зарядка крутая инвалид но зато это оригинал лучше всего работает ладно будем с вами прощаться продуктивной вам хорошей недели не мерзните одевайтесь теплее не знаю как у вас у нас питере похолодало температура такая бодрящая очень-очень-очень бодрящий уже даже на шерф пуховики и в шапке ходит так что следите и не продолжайте меня с вами завтра всем пока